Привет, 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 песеры, с вами Морж, такое видео я не планировал, идея пришла абсолютно внезапно на стриме, причем не на моем, обсуждали мы тактики в игре, собственно, eFootball 2022, и вы знаете, я не раз об этом говорил, что у нас здесь есть 5 пресетов тактик, и по сути, по сути, Konami должны были дать нам попробовать все эти тактики, чтобы мы поняли, какой вам удобнее всего играть. Но они не дают, а еще и игроков нужно под эти тактики прокачивать, поэтому, к сожалению, здесь нужно либо наобум, либо слушать других людей. Я понимаю, что тактики это вещь индивидуальная, тем не менее, я хочу вам рассказать те, которые пробовал я, и что я почувствовал, в общем-то, когда играл этими тактиками. Играл я контролем мяча, сразу скажу, очень сложно, игроки не забегают, игроки не открываются, играл я быстрая контратака, именно она у меня сейчас на основном аккаунте, там, где я донатил. Все, в принципе, неплохо, в атаке игроки хорошо себя ведут, но очень высокая линия защиты, и часто-часто очень за спину убегают, в этом есть проблема. Поэтому я остановился на длинной контратаке. Есть у меня вот такой вот ринковый аккаунт, решил я быстренько накидать здесь команду, поиграть длинной контратакой, то есть прокачать игроков именно под этот стиль игры, и, собственно, рассказать вам, что же я в этом всем деле почувствовал. Достаточно большой у меня здесь бюджет, почти миллион гпшечки у меня есть, плюс еще есть халявная легендочка, она же иконочка, ну, вы видите, с этим розовым сиянием. Давайте посмотрим, кто мне выпадет, на основе иконы буду выстраивать свою команду, на миллион, я думаю, мне хватит набрать игроков, прокачаю их всех под нужную тактику, поиграю в матчи, и расскажу, расскажу, собственно, что я почувствовал от этой длинной контратаки-то. Да, по-хорошему, действительно, по-хорошему, Konami должно было нам, в принципе, дать попробовать все, но Konami, это Konami, вы сами знаете. Итак, 5 звезд, лиги нет, кто это такое у нас, это шо за покемон, это пятый номер, Бакенбауэр, ну что ж, меня вполне устраивает, напорника, я думаю, я его поставлю, потому что на центральных защитников тут есть, как бы, еще что пооткрывать. Вы знаете, сегодня начислили тем игрокам, которые играют на ПК-консолях по 300 золота, как раз на эти 300 золота я открою центральных защитников, они как раз сейчас у нас, поэтому Бакенбауэр у нас уйдет на опорного полузащитника, я думаю, он там вполне себя очень даже будет неплохо находить. Открыл я паки, не пишу я вам это для вас, короче, выпали мне Салиба, Варан и какой-то хрен из откуда вообще, из турецкой лиги, вот, ну, само собой, Салиба, Варан становятся у нас в центр, вот такая вот у нас стартовая команда, мягко говоря, очень-не очень, тем не менее, миллион ГП есть, остальных игроков я сейчас поднакидаю. Чтобы вы понимали, основываться я буду в основном на состоянии игрока на данный момент, то есть я буду стараться закидывать игроков с рейтингом Б и А. Вот такая команда у меня получилась, были также у меня тренера, немножечко я игроков прокачал, как вы видите, Б, А, А, Б, Б, ну вот, как-то вот так. Так, я думаю, команда вполне неплоха, почти 2-300 сил и 98 сыгранностей, тренера я тоже купил, и игроки вкачаны именно в длинную контратаку. Что ж, давайте смотреть, давайте смотреть, а вернее слушать, что я на поле-то почувствовал и насколько мне эта тактика понравилась или не понравилась. Пошел я сразу же в матч, нашло мне вот такого вот соперника, немножко сильнее команда у него, чем у меня. Зовут его Жакил, команда Керчь.ру, ух, Жакил, ты станешь известен, вот поверь, после этого видео в Ру-регионе ты станешь известен. Если кто-то знает, чья это команда, передавайте ему мои теплые пожелания. И, конечно, досматриваю видео до конца, чтобы узнать, почему этот человек станет известным. Да, к сожалению, замены у меня нет, ребят, вообще, причем от слова совсем. Мане у меня нахреновой стрелке, но менять вообще абсолютно некем. Я смотрел на ребят, которых можно взять за номинальные контракты, вот, но никто там не подходил под мой стиль игры, а чтоб вы знали, которые за номинальные контракты, им стиль игры прокачать нельзя. Вот, на шестой минуте очень быстренько достаточно я пропустил, хотя защита моя действовала вполне себе неплохо. Наш господин Жакил сразу же побежал праздновать свой гол забитый. Что хочу сказать, ну, у нас в мобилке так не принято. Это неуважение к сопернику и за это обоссывают часто очень даже. Поэтому у меня была основная цель, в принципе, это и сделать. Что ж, хочется сказать по тактике. Мне действительно она понравилась. Мне действительно она понравилась. Защита сидит достаточно глубоко, при этом очень классно играет в перехват. То есть, ну, при быстрой контратаке у меня даже близко они в перехват так не играли, как вот при этой длинной контратаке. То есть, они как-то сами становятся на те позиции и сами бегут на мяч там, где они могут перехватить передачу. Это очень здорово, я прям кайфанул. Всего за эту тактику я отыграл 11 матчей. Или 11, или 12 матчей. Вот. И ни в одном матче, в принципе, разочарован я не был. Да, были достаточно сильные соперники. Были ребята, которые прям очень классно катают. Да, я проигрывал. Но претензий к футболистам у меня особо, в общем-то, и не было. То есть, они выжимали из себя все, что можно. Сами видите, игроки далеко не топовые. И прокачка тоже далеко не топовая. Тем не менее, тем не менее, они очень классно себя показывали. Они играли в перехват. Они выставляют ноги при этой тактике. Хрен его знает. Вот действительно, она стала для меня как глоток свежего воздуха. Да, мне тут во многих моментах не везло, мягко говоря. Но, тем не менее, тем не менее, я считаю, что отыграл я-то вполне достойно. Что еще хочется сказать? Открываются. Открываются игроки тоже замечательно. Я бы под эту тактику советовал вам именно с флангами играть. Это все, в принципе, неплохо. Ну, а тут наш господин Жакил, судя по всему, почувствовал, что я его все-таки надавлю. Ну, и начал исполнять вот это. Попадались ли мне такие игроки? Да, ребят, попадались. И на мобилки попадались, и на консоли. Ну, не на консоли, я на ПК играю, и на ПК попадались. Как их назвать? Если честно, у меня четкого определения нет. Возможно, какой-нибудь известный человек, возможно, какая-нибудь известная телеведущая знает, как называются такие игроки. Кому бы обратиться? Мне кажется, Лариса Гузеева прям должна разбираться в таких игроках. А вам, как кажется, Лариса. Вот так. Пидарас. Пидарасина. Спасибо большое. Я уверен, вы шарите в таких игроках. И я уверен, господин Жакил тоже не раз это слышал. И, в принципе, для него это не стало новостью. Ну, какая нахрен перепасовка с вратарем в конце первого тайма? Я думаю, страна должна знать своих героев в лицо. Тем не менее, тем не менее, второй тайм у нас начался. И мои ребята продолжили очень даже классно атаковать. Вот, действительно. Я не делал специально забегания. То есть, все, что они забегали, они забегали на автомате. Они классно открывались. Защита классно перехватывала. Я, действительно, прям удивился, что эта тактика настолько хороша. Вот, честно вам скажу, ребят, если бы у меня была сейчас возможность перекачать свой основной состав, я бы перекачал его под эту тактику. Это было бы здорово. И на 60-й минуте мне все-таки удалось после ошибки нашего уважаемого господина из Керчи сравнять счет. Вот. Тем не менее, тем не менее, я понимал, что дальше мне будет реально сложно. У меня нет замен. Вообще никаких замен нет. У меня, вы видели в начале матча Мане на хреновой стрелке. Ну и тут господин наш отвечает никаким не опасным абсолютно ударом. Берется пауза. А менять мне некого и менять мне неким. То есть, нужно играть с тем, кто есть. Да, Абрахам на классной стрелке вверх. Но выносливости нет уже абсолютно. Мане тоже мертвый. Что ж с этим всем делать? Да ничего не делать. Твои игроки открываются, твои игроки бегут и твои игроки, главное, забегают. Тащи, лови. Да, выносливости нет. Тем не менее, тем не менее, Абрахам решает. Короче. Короче, короче, короче. В целом, если подвести итог, тактика действительно крутая. Я понимаю, что нельзя играть, ну, скорее всего, нелогично выкачать игрока под все тактики. Вы потеряете слишком много статов. И если вы не знаете, как вы хотите играть, если вы еще не сложили свое мнение, я вам советую, обязательно советую попробовать эту тактику. 11-6 по ударам у меня, 4 в стороны ворот, 2 в створ у господина Жакила. И я ему говорю до свидания. Как и вам, говорю до свидания. Пиши, полезны ли подобные видео. С удовольствием почитаю комментарии. Ну и лайк, подписка, колокольчик. Вся эта ютуберская дребедень тоже лишней не будет. На этом, ребят, прощаюсь. Готовлю женский обзор. Как всегда можешь, как всегда. Пока-пока.